всем хорошего времени суток мы приехали на северо-запад тенерифы местечко гора чико чтобы искупаться в лавовых бассейнах эль калитон выбрали мы более экстремальный путь городку гора чико по горным серпантином и каждый кто поедет от плая de las americas по этому опасному пути сможет вдоволь насладиться великолепным зрелищем горных пиков с многочисленных обзорных точек но добраться до гора чико можно и максимально безопасно по обустроенной трассе т.ф. 82 бассейны расположены у океана перед улицей маритима рядом с фортом 16 столетия сан-мигель припарковать машину можно буквально в нескольких минутах ходьбы от натуральных купалин для начала мы прошли несколько ближайших к океану улочек в поисках уютного ресторанчика чтобы пообедать поскольку до гора чико уже нагуляли аппетит пиратской деревне маска но к сожалению много заведений было закрыто и причину этого мы узнали чуть позже 17 18 ноября 2018 года сильнейший шторм обрушился на тыны рифа гигантские волны достигали 6 метров в населенных пунктах волны доставали до 3 4 этажа здания из-за чего были эвакуированы жители 65 домов 39 человек муниципалитете гора чико из отеля в котором были разрушены несколько балконов было смыто несколько ресторанов к счастью обошлось без жертв ну и к счастью для нас без обеда мы все-таки не остались и на удивление очень вкусно покушали в крошечном кафе ордела расположенном на набережной на углу авеню томе кану и улице кальво сотелу а между прочим оригинально что нас отбудут цветочки на модели в лавовых басейнах цветочки я не бачу оце дуже оригинальна идея представляете как смотрится камень який уничтожил цілий город чорный страшный таки пориски и жизнь яка в ньому чи через него скажем пробивается такий контраст вообще это мы пололавовых басейнов города гора чикер они что тут достраиваются реконструируются вверху ты лишь раз скажи как хлеб добрый в них хлеб боже я шла из ресторана еще на ходу дожовывала думаю че люди обертаются на ней а вона и да хлеб жует ох и добрый вообще не удержалась даже на режим на своей рукой махнула лариса масло ела без хлеба облизовалась масло у них супер пошли купаться оце а судя по картинкам як воно стекало по горам як воно як вылка якась расцветление таки в разные эти було прикольно прикольно и страшно одновременно точно так же як и эти басейны желание великого купаться нема потому что знаешь про всю трагедию и про все в 1706 году гора чика был буквально поглощен лавой движение которой смог остановить лишь бушующий океан вместе где встретились две стихии образовалась вот такое чудо природы лавовые бассейны и на сегодня это благоустроенный комплекс природных купалин предусмотрено место для наблюдателя можно расположиться там отдыхать под навесиками не обгорать так как мы обгорели хоть мы были первый день под зонтом но как-то то ли мало мазались то ли все-таки солнце в первый раз все равно пожирает всех даже намазанных а теперь как ящерицы выходим облазим посмотрите все таки как жизнь берет свое пожалуйста казалось бы просто груды кипы застывший лавы и все равно жизнь пробивается потихоньку вот все зарастает удивительно смотрите да жизнь побеждает везде во всем и над всем вот видно кстати как закрыта некоторые зоны закрыты на реконструкцию каждый естественный водоем из застывшей лавы имеет удивительную и неповторимую форму и напрямую связан с океаном океанические волны заполняют бассейн создавая в нем эффект джакузи в 60-е годы прошлого века один предприимчивый англичанин обратил внимание на это творение природы и с тех пор об их существовании узнали пожалуй во всем мире но купаться в таких бассейнах можно лишь при безопасной высоте волн иначе будет вывешен красный или желтый флаг вот видите остатки но не думайте что мы животеры то я просто плохо победал мнение мы мы это не мы мы его не заказывали на обед мы его не разрывали нашли в воде кстати в этих лавовых бассейнах тут крабов просто немерено и вот такого вот среди одного цвета и красные и серые водохлона ларису оставили загорать под навесами сами отправились поисках разнообразных видов крабов между прочим очень много остатков крабов среди камней птицы выклевывают и очень много именно кусочков панциря валяется вот о чем я говорила обед для птиц кому обед кому завтрак кому ужин вот полностью о видите полностью выдолбали вот джек-потрошитель для крабов наверно я так думаю такую птичку я зафотала на модели короче мы не знатоки но крабик точно погиб ой ой уж мало того что горячие камни как не знаю что боже посмотрите на эти глыбы мама дорогая ужас какой вот чернючее какое все боже мой это она так валила с горы плюхалась в океан и застывала какой кошмар ужас ну кстати по дошедшим до наших дней сведениям никто тогда не погиб при завершении потому что лава текла очень медленно и люди успели разбежаться кто куда город был полностью уничтожен вот именно город дома а информация о жертвах нет в источниках которые мы читали говорится о том что люди успели все разбежаться ой 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 печет печет мой быстрей Что ты сказал? Она холодная, да? Нет, она теплая. Страшно. Ты же не постоишь, как на пляже? Холодная маха. Это очень вкусный. Но я не могу. Но я не могу. Но я не могу. Но я не могу. Я не могу. Хуже здесь? Нет, накрещение. Правда, я не ныряла, не знаю, но уверена, что хуже. Если бы в таком накрещении, я бы каждый год хрестилась. Я сейчас попробую. Ну а что ты одной ногой ничего не поймешь? Надо плюхнуть и плыть. Тихо и ждут, пока я постепенно пойду. Я так тоже делала, Лариса. Шокотерапия. Я после обеда хотел спать, уже не хочу. Ну, не знаю, разметки. Сейчас посмотрим. О, истребитель краба. Не, охотница крабами. Он их не истребляет, он просто на них охотится. Понесло, 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 понесло. Грандиозный шухер. Винка разоняет крабу. Смотрите, с какой скоростью они текают от него. Ахахахахаха. Ахахахахахаха. Ахахахаха. Ахахахахаха. Корреля Кать. Творы. вот этот вот бассейн очень классный реально он длинный такой и для любителей поплавать на дистанцию если пару раз туда-сюда проплыть то мне кажется очень даже хорошо здесь ездила загнаться вон он туда уходит туда под мостик вот я что узрела смотрите это все еще горячиха это какая-то на наталь обзорная то есть возможно там не не какая-то площадь этого поселения и там я увидела как сигают в воду его ресторане кролика по-канарски причмокла указав я конечно мясо и вкусно походу не найдется он что ганяется за крабами на пляже бачите отвернувся а сам будет ездить а не еще с ларисой может поделиться мы от додому можем довезти ну куда раздавим он сухий же ж геть не ну прикольно дитям покажем здрасте ты шо я тебя в руки возьмусь может заспиртовать там залакировать не маша спиртовать внутри нема ничего с видом на сковородку сразу делай о божечки цела риса хочет чтобы и краб пилиных зроби крабовый массаж некогда роскошный гора чико основанный в 1496 году лежит у подножия вулкана пико вьехо 2 по высоте на тенерифе после тейде вулкан является частью национального парка тейде и внесен в список заповедных территорий объектов всемирного наследия юнеско именно в гора чико находится большая часть территории национального парка тейде и заповедник чиньеру чего только не перенес этот бедный городок чума саранча оползни пожары и в итоге после извержения вулкана тревехо окончательно потерял статус процветающего порта а это дорога по которой мы поднимались накануне запомнилась нам мурашками по коже и бешеным приливом адреналина но именно в поздних сумерках сначала на этом серпантине мы были одни потом за нами появились фары которые словно приклеились к нам потому что даже когда мы пару раз притормаживали и прижимались к обочине чтобы их пропустить они словно наша тень повторяли точь-точь все наши маневры ну и понятное дело какие только мысли не зарождались в наших головах на этих виражах нависающих над океанской бездной а вообще удивительное чувство надо сказать это смесь тревоги от пугающей черноты под тобой и одновременно упоение этой чернотой пронизанной тысячами ярких огонечков вот сколько ездим постоянно задаемся вопросом люди но неужели на земле негде больше жить вы посмотрите где они приютились ну нависать над атлантикой наверно круто но всю жизнь торчать на куске скалы и петлять по серпантину это жесть вот на этой лошадке арендованной земляков из компании флэчакар мы откатали более 600 километров по серпантинам но поскольку наш водитель чувствовал себя на этих дорогах как рыба в воде да и нам показалось маловато острых ощущений мы решили снова проехаться по этой дороге чтобы при свете дня рассмотреть открывающиеся виды ну понятно что прежнего адреналина мы уже не испытали по дороге домой мы останавливались на трассе с запечатлеть вулкан тейде издалека а всех желающих рассмотреть его поближе приглашаю посмотреть мой фильм о подъеме на пик тейде и на этом говорю всем до свидания до новых фильмов